Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Адмиромаркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, мы как всегда поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, что нам ожидать на этой неделе, разберем ситуацию в советском канале, посмотрим, как это отразилось на нефти и что нам ждать дальше, ну и в целом разберем все ключевые события, которые сейчас происходят на рынке. Ну а прежде всего мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, начать хотелось бы с того, что появились первые как раз новости из советского канала. Я напомню, что сухогруз evergiven заблокировал проход на прошлой неделе, что вылилось в достаточно большие транспортные, ну скажем так, транспортный коллапс в сфере доставки, как и просто товаров, так и нефтяных товаров, что собственно также влияет на рынке. И сегодня как раз поступила первая новость о том, что удалось снять с мели, но пока еще непонятно, когда транспортное сообщение в советском канале восстановится. Чтобы в принципе понимать, мы ранее не освещали эту тему, но вот такие ключевые события, которые в принципе влияют сейчас на данную ситуацию, то важно понимать, что примерно 12 процентов всего мирового товарооборота проходит через советский канал и заблокировано было порядка 237 судов, которые стояли или в самом канале, или на подходе к нему для того, чтобы как раз пройти дальше. И собственно, что наверное важно, то эта блокировка, она вылилась в довольно-таки существенные убытки для компании. В целом один день простое, то есть обходится, примерно обходился, ну и все еще пока обходится, пока нет подтверждений о возобновлении как раз движения, это 9,6 миллиардов долларов в день, то есть 400 миллионов долларов в час стоит вот этот затор. Не могли его быстро устранить, то есть и Япония тоже направляла, то есть она Япония как раз принадлежит этот сухогруз, отправила свои суда, то есть пытались расчистить проход и вот собственно сегодня уже это удалось. Собственно на рынок нефти это тоже повлияло. Мы видели то, что цены на нефть несколько скорректировались, после того снижения, которое было, то есть доходили до отметки 64. Сейчас, ну собственно после вот этих позитивных новостей нефть несколько продолжает снижаться. И собственно по текущему, да вот на текущий момент, то есть уже да появились первые как раз новости о том, что планируется восстановить сообщение в ближайшее время и ну безусловно будем за этим следить, то есть для нас как для инвесторов, как для трейдеров мы понимаем, что это влияет на стоимость товаров, да, которые проходят через этот канал, в первую очередь через, в первую очередь также по нефти. А что у нас сейчас еще происходит? Фьючерсы на фондовые индексы несколько корректируются после того скачка, который был как раз в пятницу, да, в пятницу закрылась довольно-таки неплохо, да, на позитивной ноте, но сейчас ключевые фьючерсы также сейчас продолжают снижаться. А что важно, да, сейчас появилась новость о новом пакете развития, да, инфраструктуры размером в 3 триллиона. В принципе это сообщение появилось от администрации Байдена и направлено на то, что Байден будет, ну то есть у него есть три ключевых момента, да, которые он планирует провести. Это, во-первых, развитие инфраструктуры, да, это, это также изменение в сфере непосредственно медицины, да, и для поддержки детей, да, и, собственно, вот сейчас первое то, что планируется делать, это именно развитие инфраструктуры. Конечно, от этого могут выиграть компании, которые непосредственно в этом работают, да, то есть такие компании, например, как Caterpillar, да, я вот, ну я привожу пример, так, эта акция есть у меня в портфеле, и в принципе я для себя тоже вижу смысл ее дальше держать. Ну и в целом это будет как раз его первый шаг, да, в его программе. Конечно, ему нужно сначала разобраться с коронавирусом, да, чтобы все получили вакцины, чтобы этот вопрос ушел уже на второй план, и дальше он сможет уже проводить свои действия, которые он заявлял в своей программе. А теперь давайте посмотрим, что нас ждет на этой неделе. Также важно отметить то, что эта неделя, она, можно сказать, будет короткой, да, начинаются пасхальные праздники, да, и в понедельник, ну, из ключевых событий, это сегодня будет опубликован по США индекс доверия потребителей, по Японии был опубликован данные по родичным продажам, в среду это изменение числа занятых в несельском хозяйственном секторе от FDP, да, то есть предварительно нонфарм, это данные будут в среду, в четверг, 1 апреля, да, то есть ряд стран, это будет уже на праздник, но по США, то есть выйдет индекс менеджер по закупкам производственного сектора, и пятница, праздничный день, собственно, здесь пока из данных, которые ожидаются, это именно нонфармы, изменение числа занятых в несельском хозяйственном секторе. Предыдущий показатель был порядка 379, да, прогноз ожидается 409, и, собственно, здесь, если посмотреть по динамикой, то в целом мы видим, что динамика в данном направлении, да, то есть в восстановлении после кризиса, она довольно-таки неплохая, и это, собственно, ну, позитив для, на текущем моменте для экономики. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по основным активам, по евро у нас продолжается движение нисходящее, мы находимся все ниже и ниже, соответственно, вероятность коррекции здесь с каждым днем все возрастает. Пока этого не произошло, вполне вероятно, что если сегодня у нас евро сможет закрепиться выше максимума, которые были сформированы в пятницу, то здесь начнется как раз коррекционное движение, которое я для себя жду, чтобы перезаходить уже непосредственно на продажу по данному инструменту. А британская валюта также продолжает двигаться в нисходящем тренде, сейчас идет рост с точки зрения часового таймфрейма восходящий, поэтому в зависимости от того, где эта коррекция остановится, я также для себя буду рассматривать возможности входа на продолжение нисходящего тренда, то есть возможно из области 31.38.60, возможно из области 1.39, то есть, ну, в зависимости от того, насколько эта коррекция будет глубокой. Собственно, пока мы видим, что сегодня также британская валюта подрастает, поэтому ждем остановки, тогда уже будем принимать решение. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь пока с точки зрения дневного таймфрейма тенденция нисходящего сохраняется, с точки зрения часа мы продолжаем корректироваться, то есть рост восходящего сохраняется, поэтому здесь пока все еще остается в силе сценарий нисходящего тренда, поэтому в зависимости от того, как раз когда завершится вот эта коррекция восходящего, которая у нас была, то здесь тоже имеет смысл рассмотреть входы на продажу. Соответственно, если сегодня мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу, то это будет все равно к тому, что я для себя тоже буду пробовать шортить данный инструмент. По паре американский доллар, японская иена в пятницу мы опять обновили хаи, то есть, в принципе, та коррекция, которая была на прошлой неделе, в начале прошлой недели, ну и позапрошлой недели, то есть она завершилась, мы дошли до нового исторического максимума, и как раз уровень, который мы отмечали в области 10971, прошу прощения, сейчас на нем как раз мы и остановились. Поэтому, опять же, с текущих уровней покупать поздно, коррекция может быть, но как мы видим, что март довольно-таки волатильный для данной валютной пары, поэтому заходить там на продажу нужно крайне аккуратно, крайне аккуратно, может быть, использовать меньше риск, но я пока здесь сделок на продажу открывать не буду. По австралийцу, как я, в принципе, пока планирую для себя, то здесь цена удержалась выше отметки 75.64, оттуда пошло как раз восходящее движение, открыл я сделку на покупку, поэтому ее пока продолжаю держать. Важно здесь также понимать, что пока на текущий момент есть вероятность того, что мы сможем все-таки переписать данный локальный минимум, который у нас был, но перед этим у нас как раз вот эта коррекция может произойти, на которой как раз я хочу и сыграть. Собственно, здесь сделка у меня открыта, пока стоп-лосс у меня стоит за минимум, который был как раз сформирован 25-го числа, то сделку я продолжаю удерживать, и, собственно, обновление локальных максимумов, которые может произойти сегодня, даст подтверждающий настрой, что цена может двигаться дальше. И, соответственно, здесь уже, если это произойдет, то стоп я перенесу чуть ближе, уберу его за минимумы, которые были как раз сформированы в пятницу. Ну и тот отложенный ордер, который здесь у меня есть, то его я здесь уже, скорее всего, удалю, то есть оставлю только ту часть позиции, которая у меня была уже открыта. По новозеландцу здесь вот этот уход ниже отметки 70.91 мы увидели, новая волна коррекции здесь пошла, поэтому здесь тоже я буду искать возможность заходить именно на понижение, да, на текущий момент по новозеландцу. То есть, собственно, здесь в пятницу мы тоже видели обновление локальных максимумов, то есть мы закрепились выше максимума четверга, что пока в часовом таймфрейме нас приводит в фазу роста, то есть сейчас началась коррекция, и здесь буду ждать ее завершения, чтобы перезайти как раз уже непосредственно на понижение. Золото продолжает свое движение в нисходящем тренде. С точки зрения часового таймфрейма здесь мы видим, продолжается все еще вот этот боковик, да, то есть который идет уже довольно-таки долгое время. Здесь вполне вероятно, что может быть еще одна волна восходящего движения, и пока здесь новых сделок я не открывал, то есть здесь пока продолжаю за золотом наблюдать, да, то есть новых позиций здесь у меня пока не было. По индексам, ну, как я и говорил, то есть индексы в пятницу показали довольно-таки себя неплохо, DAX обновил исторический максимум, да, сейчас немного корректируется, и опять же с точки зрения часового таймфрейма здесь у нас пока сохраняется движение восходящее, то есть заходить на покупку сейчас, ну, поздновато, и, в принципе, вход по локальным максимумам не самый оптимальный, как всегда, поэтому здесь ждать коррекцию, ну, перезаходить, когда эта коррекция уже произойдет. По S&P, по S&P тоже мы двинулись вверх, пока локальный максимум мы не обновили, в целом мы видим, что у нас также перешли мы в фазу роста, но, к сожалению, здесь перешли мы в фазу роста чуть позже, чем я для себя рассчитывал, поэтому сделка, которую я открывал на прошлой неделе, она сработала по стоп-лоссу, цена ушла, здесь я ставил еще один отложенный ордер, который мог бы мне как раз дать вход в пятницу, но так как этого не произошло, то отложенный ордер я уже удалил. Соответственно, здесь, если будет еще одна волна коррекции, то буду перезаходить уже непосредственно в рост. Ну, и нефть марки Brent, то есть то, что мы обсуждали как раз в начале данного видео, теперь если посмотреть на текущий момент, собственно, сейчас нефть все еще удерживается ниже отметки 65, то есть пока это ключевой уровень, который цена не может преодолеть, и вполне вероятно, что дальше нисходящее движение здесь может усилиться, поэтому, собственно, по этой причине я и закрыл там компанию ExxonMobil, которую я держал год, потому что, ну, вероятность восходящего движения здесь становится все меньше и меньше, но в целом, в целом мы видим, что пока у нас здесь такой боковик сформирован, если цена все-таки сможет уйти выше отметки 65, то тогда до 66-67 вполне вероятно, что мы еще по нефти можем увидеть, но в целом мы смотрим пока по направлению вниз. Ну, и по ключевым индексам, Dow Jones тоже в пятницу неплохо подрос, не обновили локальный максимум, поэтому с текущих уровней тоже вполне вероятно, что можем также пойти в коррекцию, но пока с точки зрения числа у таймфрейма тенденция восходящая сохраняется, то есть перезаходить на продажу пока здесь рано. Ну, и индекс Nasdaq в пятницу у нас сформировалась такая небольшая разворотная модель, то есть четверг был, показывал динамику как раз то, что продавцы не смогли продавить отметку ниже, то есть не смогли удержаться ниже тех уровней, которые были в середине марта, и сейчас покупатели пытаются откупать. Соответственно, сегодня, если цена обновит локальный максимум, то есть мы уйдем выше максимум пятницы, то как раз с этих уровней у нас технологичный сектор может начинать подрастать. Неделя может быть довольно-таки спокойная, у нас впереди новый сезон отчетов, начинается апрель, соответственно, компании будут отсчитываться, вот как раз в этом случае это может быть определенный триггер для возобновления роста как раз для технологичных компаний. Ну, и у нас завтра пройдет вебинар с моим коллегой Фуадом Расуловым, которым мы будем обсуждать феномен фонда ARK Invest и Кэти Вуд как персоны, поэтому, если вы хотите для себя получить больше информации непосредственно по технологичному сектору, потому что ARK Invest инвестирует именно в технологии, именно в геноинженерию, то есть то, что может повлиять на наше будущее, то приходите на вебинар, доступ он свободный, ссылка на регистрацию будет в описании к этому видео. Ну, а на сегодня это все, мы с вами увидимся в среду, посмотрим, как у нас проходит текущая торговая неделя, что у нас появляется нового, и на что важно обратить внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк этому видео.